Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно-Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы переходим ко влогам семьи Колесниковых. Ну куда без них? Без них никуда. К нам вышел Лёша, он вышел во двор и вещает со двора. В режиме, да, говорящей головы всё так же. Показывает себя, на себя камеру повернул и говорит, сегодня у них первое и задумался, и тишина. Думаю, Лёша, очнись, из трасса Рипван Винкли, выходи. И Лёша очнулся, как будто меня услышал и говорит, Марта. Думаю, о, так, хорошо, идём дальше. И сообщает Лёша, что сегодня у Колесниковых первый день весны, вот так. Сегодня, между прочим, уже 2 марта на календаре, у Колесникова первое, с запозданием. Об этом, да, он нам говорит 2 марта, а 27 февраля Света нам говорила, что завтра, не 28 февраля, а 1 марта. То есть у Светы весна наступала раньше на один день, ну а у Лёши, соответственно, на один день позже. Рассинхрон какой-то с датами. В субботе оно произошло по Вине Колесниковых. Сразу мне вспомнилась песенка, «Когда весна придёт, не знаю». Ну, когда весна придёт, тут конкретно не знают Колесниковых. Колесниковых. Погода, говорит, тоже радует. И весна к ним подступает серьёзно. Вот так подступает на подступах весна. Серьёзно подступает. Лёша как скажет что-то. Но говорит, несмотря на то, что весна подступает, проблемы надо решать. Да, газель надо скорее ремонтировать. Хоть всё изгнило, там будка прогнила, всё абсолютно прогнило. Нужно всё покупать. Надо покупать дерево, надо покупать железные какие-то листы или же стены. Не знаю, какие. В общем, короче говоря, нужно всё покупать, но такой возможности нет. Вот, без вкладывания дополнительных средств хотят эту решить проблему. Но, опять же, не знаю, как это у них всё получится. Поныл, поныл, поныл Лёша. Так завуалировано вроде как дайте денег. А потом поздравил всех с праздником весны. Вот. Потом он вернулся к своему излюбленному коньку к выплате ипотеки. Говорит, будут выплачивать ипотеку они и дальше. И говорит о том, что пишет его в комментариях, мол, вы известный блогер, у вас дети. И почему вы остаётесь безучастным ко всему тому, что происходит в мире, комментаторы не понимают. Но, говорит Лёша, что у него канал не такой большой, он не совсем известный блогер, как думают комментаторы. И мнение Колесникова никого не интересует. И никаких требований на своём канале Лёша выдвигать не будет. Я думаю, что это, кстати, разумно. Не вмешиваться никуда и держать своё мнение при себе. Дальше Лёша нам говорит, что продолжает он всё так же работать, правда, непонятно где. Честное слово, непонятно, где Лёша работает. Опять же, повторюсь, он говорил нам о том, что он работает частично в магазине. Я так понимаю, что договорился с женщиной, которая просрочку реализует. Но больше ничего, конечно, я сказать не могу. Только вот это. Но Лёша говорит, что по работе он уже заполнил документы, помахал перед камерой папочкой, какой-то такой тёмной, как мне показалось. Там вообще никаких документов нет, просто папка была вроде как пустая. Ну, не знаю, может быть, может быть, там что-то и было. Может, у него какой-то листик был, вложенный файл. А может быть, и не было. Он говорит, Лёша все документы заполнил, всё у него по папочкам. Он мне напомнил Таню Гровченко. Вот это она уже всё по папочкам. И говорит, что будет зарабатывать дополнительный заработок у него будет на Газели. Вот. Всё-таки он, наверное, решил Газель сдать в прокат. Не знаю. Может быть, и сам на самом деле выйдет на работу. Хотя вряд ли, что касается Колесниковых. Колесниковые работы, на мой взгляд, давно они должны были посетить эту семью, но почему-то как-то до сих пор не посещают. Ну, дальше мы возвращаемся в дом. Лёша поныл-поныл. И дальше светится в рубрикамер. Показывает нам, что Виталина делает уроки и прописывает что-то в прописи. Ну, и куда без Дарина? Дарина тут же, тут как тут Дарина. Она мешает ей, сидит рядом, нависает головой своей, трусит над прописью. Руки практически уже тоже загораживают то, что надо писать Виталине. В общем, не дают ей делать уроки. Одна рука у Виталина подпирает голову. Тоже Виталина неправильно сидит. Как-то столик низковат, как мне показалось для неё. Надо что-то придумать. Или ей ниже сесть, или столик повыше сделать. В общем, как-то надо выйти из этого положения. Если в комнате своей и Настя на Виталина не может делать уроки из-за плохого освещения. Как-то надо выкручиваться. А так и осанка будет плохая, и зрение может испортиться. Но я не знаю, куда свет осмотрит. Вот вообще не понимаю. Сейчас надо исправлять пока первый класс. Первый, второй класс ещё что-то можно сделать. Организм формируется, и привычки только формируются. Их надо правильно сейчас привить, эти все привычки, с тем, чтобы в последующем, во взрослой жизни, не было бы проблем у девочки. Виталина отвечает на вопросы по сказке и записывает ответы в прописи. И был такой вопрос, кто выгнал зайку из домика. И написала на зай У. Сразу же Света обратила на это внимание. Говорит, зайку без К. Написала. К где? Вот ещё одна буква новая в алфавите К. Помнится, у меня в прошлый раз была буква Н. Теперь буква К. В общем, Света не устает нас поражать своими знаниями. И это причём при том, что, насколько я поняла, она ещё занялась изучением английского языка. Она и русский-то никак не выучит до конца, алфавит даже не выучит. Но уже, да, она уже знает, как выглядит английская буква Н. Кстати, английскую букву она правильно назвала Н, а русская у неё была Н. Вот так. Дарина по-прежнему написает прямо на тетради и никоим образом не способствует улучшению выполнения домашнего задания виталийной. Дальше нам показывают кухню. Света нажарила блины и начинила блин мясом с сыром. Сыр расплавился на этот блин, который она нафаршировала, разрезала на две части и стала прям руками, прям пальцами его 10 раз приминать для того, чтобы нам показать, как там сыр расплавился, как он вытекает из этого разрезанного блина. В общем, хочу сказать, что блин очень чёрный какой-то, прям как будто бы пережаренный. Фарш тоже очень чёрный внутри. Если бы Света не сказала, что там фарш и сыр, то, ну, не знаю. Не похоже ни на что. Даже не знаю, с чем сравнить вот это всё было. Всё какое-то в таких вот мрачных тонах и, ну, не аппетитно. По крайней мере, мне так показалось. Может быть, я не права. Но несмотря на то, что вроде как не совсем аппетитно выглядят блины, Анжелика сидит за столом и ест эти блины, уминает за обе щёки. Вы знаете, она единственная из детей, кто сидел за столом и ел. Да, в принципе, из всего семейства. Света снимает, Лёши нет, Максима нет, Никиты нет на кухне. На уголке кухонном сидит Виталина и Настя. У Виталины в руках учебник по математике, а у Насти большая книга загадок. Настя сидит, читает загадки. За столом сидит одна Анжелика и ест. Настя читает эти загадки вслух, как я уже сказала. И Света говорит, ну вот, сидит, уроки уже сделала, говорит Света, это она про Настю. Самая первая хвастается Насте. А Анжелика с набитым ртом, говорит, уже похвалила себя, самая первая, с вызовом и с каким-то, знаете, таким вот, ну, с хамовитостью какой-то, с каким-то хамством, с таким налётом хамства. И с набитым ртом, естественно, говорит Анжелика. Света говорит, вот, тортик порезали, Дарина просит компотик. Я так понимаю, тот компотик, который то ли сок, то ли компот, то ли он виноградный, то ли он яблочный. Вот это непонятное месиво, которое никак не выбросят колесник, его не выльют. Кстати, тортик, как мне показалось, снова из просрочки, потому как нам снова не показали, как они ездили за продуктами, когда не покупали этот тортик. Ну и, конечно же, тортик разрезан на 8 частей. Как взрослые колесниковы, мама с папой, Света и Лёша, могут себя обделить? Да никак. Какао. И теперь Дарина просит у Света. Передумала она компотик пить, потому как компотик страшненький, конечно, да. Вот та субстанция, которая в бутыле находится. И Света говорит, хорошо, сделаю тебе какао. Я надеюсь, что не на холодном молоке, как она это делала вчера утром. Вчера утром, недолго думая, Света залила холодное молоко в этот напиток. И так Дарина пила. Кстати, Света туда еще добавила несколько ложек сахара, когда в принципе не надо было бы этого делать. Но это Света. Света, когда вот они пудинг готовили, она его проваривала, туда сахар добавляла. Варить его не надо было, только залить горячим молоком, ну или наоборот, этот порошочек в горячее молоко добавить и перемешать, и дать 3 минуты постоять. И там сахар тоже не надо было добавлять, но Света везде всегда добавляет сахар. У Света всегда свои рецепты. Никита пришел со школы, ему надо посмотреть, что ему задали в электронном дневнике. Естественно, надо смотреть. Он нам сказал, что он дневник свой нормально не заполняет. Только Настя заполняет нормальный дневник, а Никита и прочие дети этим не занимаются. Поэтому все смотрят в электронном дневнике. И вот Никита сел за папин ноутбук, тот самый, который находится в зале рядом с этой тренугой, и смотрит, что ему задали. Дарина, естественно, рядом. Куда без Дарины? И она трогает штатив. Слава Богу, она не лезет к Никите, не спрашивает, а что ты делаешь, а что это, а как это. Она трогает штатив, который лежит рядом на столе. Не трогай, говорит Света. Но Дарина ее не слышит и продолжает делать то, что она делает. Вообще маму ни во что не ставит. Но Света на это нормально, так мягко отреагировала, говорит, заинтересовала что-то Дарине. Вот, а если бы она вместе Дариной была бы Настя или Виталина, я думаю, реакция Света была бы совсем другой.